Добрый вечер, дамы и господа! Сегодня произошло любопытное событие, которое вы наверняка уже слышали. Это куклы Вуду Майдан. Это куклы, которые предназначены для того, чтобы протыкать их тела специальными булавками и, соответственно, добиваться того эффекта, который... Ну, это шуточная, конечно, работа, но прикольная, концептуальная, на мой взгляд. Сделана она людьми из объединения Пермь-Антимайдан, то есть путинистыми, со всеми такими заядлыми путинистыми, вот, который придумал такой любопытный креатив. На морду куклы, соответственно, делается наклеечка с обезьяной Обамой и всякими такими прочими чудесными персонажами украинской и американской политики. То есть, уже многие сказали, что эта кукла разжигает религиозную и межнациональную рознь, что, соответственно, мне кажется, очень здорово, что разжигает. То есть, такой креатив меня радует на самом деле, от него важно вообще. Ну, это радикальный креатив, да? То есть, я за радикализацию, я за то, чтобы люди сходили с ума вот так и пользовались методологией современного искусства. То есть, провокация прекрасная. Это же просто чудо, когда люди провоцируют кого-то на такие вещи. Я, к настоящему, рад этому событию. И я ставлю жирную лоист тем людям, которые это придумали. Это некая госпожа Львова, которая, видимо, пиар-провоз всего этого дела. Она какая-то телевизионщица пермская, директор вроде бы пермского телеканала. И, соответственно, поэтому, наверное, им, я не знаю, зелёный свет дали на такую пресс-конференцию серьёзную. А потом ещё какая-то госпожа Вагина, совсем маленькая девочка, ещё какой-то мальчик, который слова не открыл, не сказал на пресс-конференции, совсем такой задрот чудесный. Меня это просто радует, такое трио. Отличное просто, просто отличное. Прямо настоящий пермский ес-мен. Гильман может просто гордиться тем, что вырастил в Перми. Вот, наверное, для чего был нужен Гильмановский музей современного искусства. Для того, чтобы такие люди, они как-то научились делать адекватные политические жесты в рамках методологии именно современного искусства. А вот, очень многие люди написали такие протестующие комменты по этому поводу. Я думаю, что это настоящая победа. То есть пермские активисты собрали так много диссов, что это уже скоро станет мемчиком, если уже не стало. Ну, во всяком случае, в фейсбуке точно стало. Наверное, в ВКонтакте тоже, в Ютубчике пока еще нет, но думаю, что дело за малым. Только первый день опубликовали это интервью, так что соберут они просмотры. По-моему, просто отличная идея. До этого они потрошили большую тряпичную куклу под названием «Вскрытие Майдана», что было, ну, довольно странным. Сам такой анатомический подход к этому, челесный подход ко всем этим вещам, он очень любопытен. Это вам не сожжение куклы Обамы во время Масленицы, это же как бы в русской традиции. А вот такие вещи, это уже что-то иное. Такой очень прозападный, опять же, характер любопытный всех этих вещей. То есть, методология Вуду, методология какого-то вскрытия трупа. То есть, это не просто похороны вам, что является общим местом. Похороны того-то, похороны сего-то, похороны Путина, похороны, не знаю, кого еще. А вот здесь кукла Вуду, это хорошо. Просто хочется посоветовать продолжать подобные жесты в том же ключе, разрастать, разращивать данное направление, достигать каких-то мегаломанских масштабов. Это просто прекрасно будет. Я, в общем, в большом восторге, в большом-большом человеческом восторге. Браво, ребята из Пермского антимоктана, так держать. Отлично.